Дорогие друзья, я нахожусь на берегу Жёлтого моря, это Китай, Тяньваньск АЭС. Я передаю привет всем студенческим отрядам России. На этом видео наш земляк, красноярец Дмитрий Жбанчиков, в роли оператора. Остался за кадром. Дмитрий стал одним из пятерых лауреатов Всероссийского конкурса по разработке логотипа движения студотрядов атомной отрасли. В качестве награды студенты получили путёвки на Тяньваньскую АЭС рядом с городом Ляньюньган. Дмитрий – студотрядовец со стажем. На многих стройках побывал, но масштабность и этой АЭС, и самого Китая его очень впечатлили. Менталитет местных жителей, их отношение к работе – всё было интересно. К примеру, просыпаются китайцы в 4 утра и работают с 7 часов до половины пятого вечера, а обеденный перерыв длится с 11 и до 2. В это время практически все местные успевают и поесть, и поспать. Первые несколько дней ребята просто адаптировались. Город 6-миллионный, но для китайцев это как бы маленькая деревушка считается на самом деле. Но сначала было тяжело, у них всё не так, как у нас. У них, если на красный свет можно поворачивать направо, то мы-то этого не знали по приезду. Тяньваньская АЭС – уникальный проект. Она целиком стоит на скальном основании. Чтобы её построить, здесь снесли целую гору. Многое оборудование поставляют из России. Кстати, главный реактор сердца всей АЭС здесь тоже нашего производства. Дмитрий говорит, приходилось трудиться не только в прохладном офисе, но и на улице в 40-градусную жару. Так как я эколог по образованию, я занимался экологией непосредственно. Вот это была основная часть работы. Вторая работа – это непосредственно выход на объект. У меня была бригада китайцев, которые принимали оборудование с Италии, с Германии, с России. И мы вместе с ними участвовали в приёмке, смотрели, то есть распаковывали вакуумную упаковку, смотрели детали, всё ли на месте, всё ли хватает. Сегодня Тяньваньская АЭС – самый крупный китайский объект, который возводят при помощи россиян. Именно здесь студенты из разных регионов нашей страны, будущие инженеры, экологи и атомщики осваивают новые технологии. К слову, в следующем году в Китай отправится уже 50 студентов. Дмитрий снова рассчитывает попасть в их число, но уже не единственным из края, а с большим количеством земляков. Дин Володин, Алексей Гусев, Новости.